Ресторанные премии для нашего города – тема известная. Золотую вилку, например, учредили еще в 2002-м. В нынешнем году журнал «Собака.ру» реализовал проект «Что где есть в Челябинске». Организовали премию «Что где есть в Челябинске» для того, чтобы и рестораторы могли подключиться к этому, и посетители больше узнали об этой индустрии. А по большому счету мы не хотим никого разъединить, мы как раз-таки хотим всех объединить, чтобы все дружили, чтобы, как сказал наш главный редактор, чтобы в Челябинске наконец-то тоже появилась своя улица Эйнштейн. Наша редакция во всех своих проектах выбрала для себя такую политику, что мы создаем прецедент, мы создаем информационный повод, мы создаем людям возможность встречаться, гостям встречаться с профессионалами индустрии. У нас есть люди, которые занимаются своим делом с удовольствием давно или недавно, но очень увлечены этим делом. Просто нужно об этом рассказывать. Мы создали такую премию для того, чтобы люди видели, что действительно какая-то движуха в городе происходит. Для каждого ресторатора это не просто работа, это часть их жизни, в которой все продумано до мелочей, во всем присутствует авторский стиль и вкус, своя концепция, не похожая на другие. Живое общение с гостем. Каждому гостю я лично уделяю внимание. Вкусной едой, какими-то историями рассказываем про блюда. Ну и те блюда в меню, которые у нас есть, в шеф-меню, готовлю только я, и обслуживаю гостя я сам. То есть я приношу ему, убираюсь за ним, ну и уже общаюсь, знакомлюсь. Мы знаем, что Англия любит свои традиции, и у нас есть правила жизни. У нас много вечеров. Вечер английской поэзии, вечер освещения английскими собаками, гастроквесты, куча-куча-куча всего, чего в принципе в Челябинске нет. Так как я являюсь мамой двоих детей, у нас есть комната, где полностью оборудована. Там найдут мамы, которые приходят с детьми, и памперсы, и влажные салфетки. В общем, полностью мы оборудовали для того, чтобы было как можно более комфортно находиться у нас мамам с детьми. В первую очередь я обращаю внимание на то, как официанты относятся к гостям. Для меня важным моментом является именно коммуникация с гостями. Там спрашивают, ли можно у вас забрать тарелку, ну, подходит ли, интересуется, может, мне чего-то не хватает в данный момент. Обращаю внимание на качество промо-материалов, на качество меню, на качество исполнения контактов. Очень сильно обращаю внимание также на подачу блюд, потому что для меня, вот как для гостя, в первую очередь, очень важно, чтобы это было красиво, ну, и вкусно, естественно. Пышный интерьер и выдержанный гостями дресс-ход в начале вечера напомнил светскую вечеринку. Но как только ведущие вышли на сцену и начали цитировать строчки Версус Баттла, а в исполнении группы Маргарин зазмучали хиты Ленинграда, атмосфера стала поистине рок-н-ролльной. Потому что нет денег, ни рубля, ни рубля, потому что нет квартиры, ни машины, ни дня, потому что не умею я валюсь опять, когда нет денег, нет любви. Конечно, неожиданно, но приятно. И для нас это очень большая честь, очень почетная награда, также мощный импульс для дальнейшего развития. Хочется верить, что те труды, которые мы вкладываем в свою работу, они оправдывают уже себя, и впереди все будет хорошо. Конечно, эмоций очень много, и эта награда дает нам большой шанс проявить себя. Признанные рестораторы города искренне благодарили организаторов премии и обещали в дальнейшем не разочаровать своих гостей. Итоги первой премии «Что где есть в Челябинске» такие. Открытие года «Гастробар Толстой», лучший семейный ресторан – ресторан «Оливер», лучший национальный ресторан «Балкан Гриль», лучший пивной ресторан «Паулайнер Броухаус», лучший ресторан на каждый день «Вальд Бедуар» и лучший ресторан премии оказался «Рестобар Сельгадниц». Субтитры создавал DimaTorzok